30 обращений жителей взяли в работу в рамках выездной администрации в ЖК «Солнечная система». Вопросы химчан касались сферы ЖКХ, общественного транспорта и организации дорожного движения. Такой формат позволяет обратиться напрямую к профильным службам, которые для удобства жителей выезжают в разные микрорайоны округа. Это уже не первая выездная администрация. Что хорошо, что все отделы администрации городского округа химки стараются приехать во все уголки, во все районы нашего городского округа. А городской округ у нас большой. Личный прием граждан провел глава Дмитрий Волошин. Сергей Вересняк, отец троих детей, который учится в школе «Лидер», рассказал, главные ворота учебного заведения регулярно перекрывают припаркованные автомобили. «Окажите содействие, пожалуйста, в установке знаков по запрещенных знаках дорожного движения. В частности, остановка запрещена и работает эвакуатор». Заместитель главы Николай Батышев отметил, комиссия уже обследовала территорию, прилегающую к школе. До 1 сентября у главного входа установят необходимые знаки. «Когда есть какие-то проймы дополнительные? Пожелать еще?» «Спасибо большое за содействие, за то, что помогаете новым районам. Спасибо большое». Елена Хлопонина попросила организовать регулярный вывоз мусора. Проезду мусоровозов к контейнерным площадкам постоянно мешают припаркованные автомобили. «Получается, это у нас плохо влияет и на окружающую среду, и на наших детей в том числе. Очень надеюсь, что можно будет как-то решить этот вопрос». Заместитель главы Николай Батышев отметил, для этого двора уже разработали новые правила дорожного движения. Установили соответствующие знаки. В ближайшее время появятся полусферы. Они будут препятствовать парковке машин и позволят мусоровозам подъезжать к контейнерам. «Ну вот мы видим здесь, да? Об этой площадке речь идет?» «Да, да, да. Правильно понимаю?» Традиционно много обращений касалось сферы ЖКХ. Это уборка снега, работа управляющих компаний, вопросы начисления коммунальных платежей. «Сегодня обращался к нам предприниматель, который попросил более внимательно рассмотреть договор с содержанием прилегающей территории между управляющей компанией и непосредственно жилым помещением. Мы обязательно внимательно изучим его и разберемся, правильно ли применен тариф к данному помещению». В рамках выездной администрации личный прием провела заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктория Калинина. С активными жителями обсудили работу востребованных маршрутов и перспективу открытия железнодорожной станции «Химки-2». «По строительству станции «Химки-2» со стороны правительства делать все возможное. Мы уже выделили финансирование. Сейчас это финансирование находится в процессе организации перевода в РЖД. Проектированием будет заниматься РЖД. Соответственно, мы очень сильно рассчитываем, что до конца года этот вопрос будет решен». Следующая выездная администрация пройдет 21 февраля с 16.00 до 20.00 в Сходне по адресу улица Первомайская, дом 33. Андрей Липанов, Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.